С Новым Годом, друзья! Это очень точное чревоугодие. Это червям угождать означает. У русских ведь одна из главных проблем, как похудеть, продолжая объедаться на ночь. А Новый Год еще хуже, ночью. Так вот, вспомните, что значит чревоугодие. А вообще я людям старшего поколения говорю, знаете почему, вот ведическая мудрость, знаете почему у людей с возрастом выпадают зубы? Чтоб жрали меньше. Они вставляют и жрут, жрут, жрут. Ну и еще про Новый Год хотелось сказать. Конечно, Новый Год надо встречать утром по традиции нашей, рода нашего. Вообще Новый Год это ведь не наш праздник. И вот люди напиваются, объедаются. А в чем суть этого праздника никто не знает. Этот праздник появился при Петре Первом, когда Петр прорубил в Европу окно и к нам полезли негодяи все. И залез их праздник. Что такое Новый Год? Новый Год это римляне собрали налоги с рабов со своих, из тех государств, которые они поработили. Вот это очень важно, всю ночь выпивать, празднуя сбор римлянами налогов. Но мы же живем не понимать, что мы делаем. Ведь мы не обращаем на это внимания. И ночью песни, танцы, обжираловка, это очень все. А потом думаем, почему у нас год плохо проходит? Да потому что мы так его встретили. Вообще, кто веселится в ночи? Знаете, бесы. Едят, пьют и смотрят до 4 утра, а потом переключая программу и говорят, ну нечего смотреть. Мне это нравится, до 4 утра нечего смотреть. А потом спрашивают, почему уродливо живем? Поэтому и уродливо живем. Я хочу провести небольшую разминку, дабы улучшить ваше настроение. Ну, такую в современной манере молодежного юмора. А то часто мои концерты такие немножко грузилово. Бессмысленный юмор. Заодно вас проверю. Потому что вы люди интеллигентные, в театр пришли. Ну, это я вам комплимент сделал. Но тем не менее, надо иногда прекращать умничать. Вот совершенно не умничание. Но некоторые шутки сложные. Сложные. В наш компьютерный век дети называют отчимов папка 2. Неплохо. Нет, неплохо. А знаете вы, что самое сильное недомогание у женщины, когда ее никто не домогается? Хорошо. У нас разминка идет с вами. Совсем сложная фраза. Нет, не совсем. Почти совсем. Семьи. Знаете ли вы, что семьи, использующие пластиковую посуду, ссорятся намного дольше. У вас хорошее новогоднее настроение вообще. Размышлизм. Мне кажется, что патриот своей страны, это тот, кто больше нигде не был или когда-то, никуда-то... Держите, держите. Мне кажется же... Мне кажется и все. Знаете ли вы, что патриот своей страны, это тот, кто больше нигде не был или куда-то неудачно съездил? мужская примета современная очень точно чем труднее становится девушку поднять тем больше хочется ее бросить примета чем больше сила притяжения холодильнику тем больше массы туловищ самая плохая современная примета оказавшись ночью в незнакомом районе подсвечивать себе дорогу айфоном как я вас нагрел зато концовки предложения объявление в газете городской парень у которую этим летом в деревне ольховка хулиганы отняли iphone 5s отзовись нам нужна зарядка но это так проходящая фраза пешехода который перешел дорогу не в том месте водитель послал в том место вот это очень сложная фраза ну ну она мне самому просто нравится я если не предупреждаю что она сложная мало кто отзывается а так больше людей реагирует мол дурак предупредили же японский турист японский турист в российском поезде получив от проводницы мокрое полотенце долго пытался объяснить что он суши не заказывал мне кстати иногда кажется что китайцы и японцы позаимствовали русский мат причем китайцы для фамилии японцы для названия суши а знаете вы что самая неполиткорректная игра в мире американский бильярд белый гоняет цветных а знаете ли что в цивилизованных странах оппозиции власть меняются местами а в россии на армии новый мэр москвы заступил в должность и тут же поменял на двери кабинета табличку теперь у него надпись на двери ссср расшифроваться сергей семенович собянин работает в европе объявился еврейский робин гуд еврей робин гуд короче подождите это не все это он отнимает деньги у богатых и отдает бедным под проценты а посложнее как задачка у вас сейчас вы это знаете вы знаете ли вы что шорты шорты это брюки принявший иудаизм диваха отозвалась а знаете ли вы что не таким большим кажется расстояние между землей и солнцем как расстояние между диваном и забытым в другой комнате пультом от телевизора вот это все знают а знаете ли вы грустно грустнячая фраза знаете ли вы что кавказские эмо уже хорошо в качестве конспирации красят волосы на груди а знаете ли вы что в магазинах появилась супер новинка семечки двойной кайф неочищенные семечки в упаковках из пупырчатого полиэтилена счастье счастье со слезами на глазах кот ел сворону со стола сосиску в горчицу сомалийские пираты захватили танкер с алкогольными напитками и вот уже месяц не могут выдвинуть вразумительные требования футбольный скандал в испании арбитр показавший на поле красную карточку только в больнице осознал что зря пошел на кориду пьяным а знаете ли вы что камас утра единственная в мире книги которая не потеряет смысл если ее смотреть вверх тормашками почему то вы больше отреагировали здесь а здесь как-то нормально так мол да вот соглашаются просто кстати знаете что камас утра дошла до нас в урезанном виде да там была еще одна фраза в конце там было написано не пытайтесь повторить российским автослесарем часто снится кошмар буду приходит они в поликлинику с больным зубом а врач говорит о да вам тут надо всю челюсть меня народные рецепты доктора малахова если вы хотите похудеть вам поможет обычный поддорожник вы записывайте а не хочу если вы хотите похудеть вам поможет обычный поддорожник слышите теперь записывать для этого возьмите лист поддорожника приложите его к рту и по краям заклейте скотч последняя новость супер новость продажи появились сковородки с электронным антипригарным покрытием когда еда начинает подгорать у вас автоматически отключается интернет ну и по мнению психологов конечно депрессия сегодня одолевает многих такая депрессуха реальная но есть совет от депрессии очень хорошо помогают коты есть смеяться она на все смеется вообще скажешь еврей робин гуд хохочет кот с сосиской хохочет по мнению психологов от депрессии помогают если вам плохо плохо сожмите кота крепко-крепко теперь можешь да и не отпускай его до тех пор пока не поймешь что ему еще хуже чем тебе стихотворный опыт баллада стиш читать надо с выражением один мужик дурь полная предупреждаю один мужик чихнул маршрутки сказал водитель будь здоров все рассмеялись как от шутки стал день светлее добрых слов потом мужик чихнул вторично затем еще и вот опять уже молчали все тактично мужик не прекращал чихать я не могу как вам дурь нравится это и мне тоже ну мы же новый год празднуем чё умничать двадцатый раз он рявкнул пушкой треща салон взрывной волной вдруг закудахтала старушка хорош чихать ты что больной в ответ мужик напрягся жутко закрыл глаза и снова чих его послала вся маршрутка было водитель среди них мужик хотел послать их тоже словечки вспомнил просто жуть но вместо мата вдруг о боже чихнул какой-то тетки в грудь супругу тетки был амбалом типичный умственный пигмей с размаху мужику как дал он тот стал чихать еще сильнее терпение лопнуло у многих на чихуна пошли как в бой смешались кучу руки ноги его месили всей толпой так до конечной бы и длилось на мужичка спасло одно в кювет маршрутка завалилась пять сальто сделав как в кино лежит машина кверху пузом в трех метрах бабкины очки а из салона с битым грузом один лишь звук вам так реально дурь понравилось да тут криги давай еще продолжаем гнать дурь современная версия фильма собака баскер вели бэримор зачем вы сигналите в окно айфоном я не сигналю сэр я хвастаюсь разговор в женской компании а вот мой муж программист целыми днями сидит за компьютером ну а какие у вас комнатные растения он любовница у тебя духи французские да а дезодорант леди спилс да какой у тебя тонкий нюх хочет его обнять он отшарахается это у жены нюх тонкий такая изящная по моему фраза мужик другом говорит моя жена мне изменилась олигархом и чё и а у меня выросли рога изобилия девушка девушка вам так подходит эта сумочка от лакоста вы так думаете конечно особенно хорошо гармонирует с вашим личиком этот логотип чик с крокодильчиком здравствуйте скажите пожалуйста к вам в солярий можно конечно вам на сколько минут мне бы на недельку пока менты район прочесывают муж слышит как жена у зеркала гадает у зеркала сидит и доносится из другой комнате любит не любит любит не любит любит не любит и так полчаса мужик не выдерживает дорогая ты бы не могла выщипывать брови молча а теперь послушайте результаты забега на сто метров предпоследнее место заняли эстонцы нет японцы последнее место заняли эстонцы нет голландцы а где же эстонцы эстонцы опоздали на соревнования а я говорил женщина на корабле к несчастью кричал капитан тонущего судна смотря с какой стороны смотреть отвечал матрос уплывая на резиновой бабе одна деваха другой все я больше пирсинг не ношу почему прикинь пошла купаться в речку поймала щуку на пупок даже мне смешная картинка ползут три ёжика и что вы смеетесь три ёжика ежики ползут а на спинах у них грибочки один ёжик а вам не кажется что мы несем фигню 2 ты чё говоришь человеческим голосом 3 но мы же под грибами реклама как вам удается сохранять зубы такими белыми все дело в пасти да да я просто каждый день мою пасть муж жене звонит у меня две новости дорогая плохая и очень плохая ну давай начинать с плохой я поклеил дорогая в спальне обои но они получились комочками а очень плохая пропали твои хомячки видите молодежный юмор осваиваю звонок дверь кто там ваш сосед снизу скажите пожалуйста я похож на супчик роллтон да нет а что ж вы меня тогда твари горячей водой заливаете один автолюбитель другому недавно я попал в аварию из-за своего нафигатора ты хотел сказать навигатора да нет нафигатора через каждую минуту ну и нафига ты повернул налево ну и нафига я за тебя замуж вышла знаете я последний раз был в своей любимой америке в конце 90-х годов когда меня туда еще пускали и вот приятно смеяться да я понимаю в конце 90-х годов визу я свою тогда еще не перечеркнул в паспорте на экране телевизора и это был помню в бостоне было мое выступление вот интересно я приехал когда в бостон захожу в лифт меня сопровождает администратор чтобы показать мне мой номер вечером у меня концерт задает дурацкий вопрос она американка вот это как вы доехали как будто ей интересно игры плохо и она зависла потому что у них ответа нет а вообще чего вообще все плохо и все она перестала со мной разговорить для нее это идиот приехал какой-то вы что у них надо отвечать по формуле но меня заинтересовало другой в лифте в гостинице рейджин сихает было написано по-русски не курить я сразу понял что очень много видимо русских живет сейчас в гостинице и что американцы совсем отупели и думают что русские не знают что значит неусмокинг видим американцы думают что русские думают что это не ходить в смокинге значит действительно смотрю значит наши известные бизнесмены крутятся внизу фойе и когда я выходил на концерт собрался ехать ко мне подошел друг американец довольно пожилой такой видно что разведчик вот видно так стригутся только в цру и в кгб вот одинаково и говорит на хорошем русском языке вы задорнов а он такой постаревший джеймс бонд такой я говорю да откуда вы меня знаете он ведь я возглавляю он мне так и сказал с улыбкой американский я возглавляю департамент циру по изучению россии я ему говорю мне расстрел раньше бы был за такой разговор времена изменились говорит я его спрашиваю что вы делаете в бостоне у ваших контор в башингоне он мне говорит мы он так и сказал мы проводим конференцию русских демократов и бизнесменов у нас вечером закрытие банкет этой конференции приходите будут все там и были все потом это я потом это увидел и он меня спросил у вас концерт я говорю а вы чё так плохо в цру работаете что не знаете есть у меня концерт или нет еще спрашивает где я говорю я могу вас пригласить вам пришел ко мне на концерт сидел на первом ряду записывал за мной то есть я выступая чувствовал себя предателем практически он мне потом сказал мне очень важно ваше выступление потому что мы он так и признался в сочи со мной было он будет мы по вашим выступлениям изучаем психологию русских но мне правда за это расстрел полагался бы в советское время но он меня мне говорит давайте вечером будет закрытие конференции в ресторане отеля в котором вы остановились и приходите чайку я вас угощаю чаем вот как сказал чай так чай и поставил даже булочки с купердяй не купил хорошо официант орешки принес но мы с ним разговорились довольно интересно вот я увидел всех там были все наши будущие демократы там были все бизнесмены им оказывается за лекции каждый день платили по 50 тысяч долларов и там самое главное знаете кто был те кто потом внедряли в 90-е годы реформа образования я все это видел собственными глазами поэтому я говорю реформа образования это не глупость это осознанное предательство вырастить слепцов апокемонить молодежь извторечь превратить превратить население в электорат чтобы компьютер заменил живого учителя чтобы железка заменила живого человека чтобы молодежь не могла самостоятельно мыслить чтобы не имели своего мнения чтобы свое мнение узнавали сверху или из интернета что вы не умели писать грамотно не хотели читать а если случай ничем прочитали чтобы не могли пересказать. Вы знаете, что молодежь пересказать ничего не может. Они говорят, тут вот у них такие смесь мата с междометиями, когда они пересказали. Ух, блин, туда-сюда, типа хрень такая, класс, да? Это один другому Гамлета пересказывал. Я не знаю, что там, к чему относилось. Джон Кеннеди сказал в 62-м, что ли, или в 61-м году, не помню точно, что лучше образование в мире в Советском Союзе. И что надо, надо кое-чему в Советском Союзе поучиться. Он еще много чего сказал, его убили в конце концов. У нас было потрясающее образование, но за исключением каких-то лишних, совершенно ненужных предметов, да? Но это же не математика была лишняя, не литература лишняя. У нас были самые грамотные актеры в мире, самые образованные. А недавно студенты ГИТИСа, меня, мне говорят, а зачем? Конечно, вы больше нас знаете. Они мне говорят, вы давно живете. Вы родились, они мне говорят, в девятнадцатом веке, говорят. Я говорю, я в девятнадцатом. Ребят, вы что? Они говорят, 1948-й, девятнадцатый же впереди стоит. Один человек, политик, не буду позорить его имени, но сказал здорово. Это так относится к нам. Жестко сказал, но я озвучу это, потому что это точняк про нас. Если вы хотите победить врага, но не можете его завоевать, воспитайте его детей. Обучите детей врага свободе и сексу. И они оттрахают своих родителей самым извращенным способом. Вот чего сегодня происходит. Да, завоевать нас не удается. Решили развалить непокорных через их детей, чтобы те выросли, не зная своих корней. Знаете, откуда слово здоровье? От слова с дерева. Будь с древом. Мы дерево с увядшей листвой. Почему? Корни обрублены. Дерево наше вянет. Поэтому история не обязательный предмет сегодня в школах. Литература так, чуть-чуть, наперекосяк. Ведь, посмотрите, Салтыкова Щедрина выбрасывают из программы обучения Гоголя. Некоторые произведения собираются выбросить. А Властелина колец проходит. Из сочинений пишут половые корни, чтобы обрубили. Мультфильмы детские теперь после 23.00 по новому закону можно смотреть. Волк плохой примет продает. Курит, ходит походкой хулигана. И там так и написано. И прижимает слишком плотно себе зайца. А наша Раша, пожалуйста, может идти и до этого. Плохого, никакого плохого примера. И Дом-2 может идти. Ну тогда вообще все мультяшки надо повырезать. Детям нельзя показывать, что там везде сексуальная окраска. Встань ко мне передом к лесу, задом. Литературу кое-где включили, но замутили по полной программе. Ведь смотрите, разве можно, разве это литература, вопрос по литературе, какой длины палуба фрегат паллады. Зачем? Какое это имеет отношение к литературе? Какого цвета платье у Наташи Ростовой? Ну разве это знание литературы? А в младших классах вопрос. Готовы? Готовы, как говорит задорно? О чем думает поросенок, когда его переодевают гномики? Откуда я знаю, о чем думает поросенок? Мне для этого колесо ЛСД принять надо, чтобы я знал, о чем думает поросенок, когда его гномики переодевают. Это реальные глюки. В Казахстане, когда же, когда-то это же была с нами одна страна, в учебнике пятого класса, в тестовом задании предлагается ответить на вопрос, какой национальности первый человек в мире, совершивший полет в космос? И три варианта ответа. Англичанин, американец, испанец. Вот в чем смысл реформы образования. Увести детей от правды, чтобы им было страшно жить в этом мире, поэтому поменялись задачники. Задачки, у нас были какие добрые задачки. А теперь, вот если бы такая задачка была у меня в школе, я бы не стал юмористом. Я, знаете почему, я бы покончил жизнь суицидом, прямо когда решал эту задачку. Седьмой класс, на знание дробей. Готовы? Пол курицы. Пол курицы. За полдня сносит пол яйца. Как вам это нравится? Сколько яиц снесут полторы курицы за полтора дня? Я не придумал. Родители, многие, вы не въезжаете в тему. Вы не представляете, как детей опокемонивают. Дети вырастут полудурками, с больной психикой. И будут думать, что жизнь это фильм ужасов. Задачки раньше, упражнения были добрые какие. А теперь все. Жесть такая голливудская. Чтобы дети в страхе жили. Чтобы таких лохов... Знаете, демократия западная, это торгашеская демократия. Впендюрить лохам. Поэтому лохов должна быть как можно больше. Раньше задачки были добрые. Алена поделилась с подругами яблоками. Теперь по-другому пишут. Подруги отобрали яблоки у Алены. Задачка. Я только первые строчки зачитаю. Вы представляете, какой мир, каким мир рисуется в глазах школьников? Первая строчка. Задачки. А, нет, эту я всю задачку зачитаю. Один третиклассник может отлупить трех первоклассников. Но уже четыре первоклассника отлупят третиклассника сами. Кто будет побеждать сначала и кто победит в конце концов, если лупить друг друга? Начнут 120 третиклассников и 180 первоклассников. А потом еще на вопле о помощи прибегут 240 первоклассников и 150 третиклассников. Вы задачки. В казино сатана подошел к человеку. Задачка другая. Бобров бил лосеву куском бетона по голове. Душил ее металлическим проводом. Проводом. Задачка еще. Седьмой класс. Автобус переехал в группу детского сада. Пострадали Маша, Ваня и так далее. Конечно безнадега после таких задачек будет у детей. Вы знаете, что сегодня по количеству самоубийств Россия опережает Советский Союз. По количеству самоубийств среди молодых людей. Ну а как иначе? А как жить в этом мире, если там в учебнике первого класса задачка? Ой, на крыше сидело пять медведей. Дальше готовы слушать? Три медведя улетели. Сколько медведей осталось на крыше? А иногда даже сметься не хочется, плакать хочется. Вот задачка. Ой, у меня слеза вытекла, вытекли слезы из ушей, из глаз. Не, вы сейчас не смейтесь. Он такой жалостливый. Так, свисток жалко. У пуговицы четыре дырочки. А у свистка одна дырочка. Вопрос. Во сколько раз громче свистнет пуговица? И какое образование будет у детей? Дети, милые, вы есть сегодня в зале. Запомните, надо самообразовываться. Вы от государства не добьетесь образования сегодня. А государство, вот, покемонов растит. Дети на улице. Это потом журналисты начали проводить опросы. Некоторые из их опросов стали очень популярны в инете. Но, я не сам провожу опрос. Моя помощница это делает, потому что если я буду спрашивать молодых на улице, они прикалываться будут. Некоторые ответы. Супер. Один пацан говорит, такой реальный перец. Говорит, я русский, но не националист. Я простой российский патриарх. Он не один такой. Деваха. Чесала репу, чесала, говорит, юридическое лицо, ну, это лицо юриста. Достоевский Федор Михайлович. Достоевский ФМ. Они решили, что это радио. Да, средние волны, которые достают всех. На вопрос, кто нравится больше Наполеон или Бонапарт, большинство отвечает Наполеону. Потому что все-таки, ну, все-таки Бонапарт не очень. А тут, как-то, ни коньяка нет его имени, ни пирожного. А этот гениально выдал. Говорит, нет, это две девахи. Значит, идут такие вот, моднявки. И они выдали, в конце концов. А вопросики все такие немножко провокационные. В общем, короче, удалось до них, у них добиться ответа, что фараоны строили пирамиды. Вот почему. Что прятаться в них от туристов. Вот. Одна сказала, я точно знаю, я была в Египте, я видела, сколько там туристов. А на вопрос славянскую азбуку, кто изобрел, тоже две девчонки стоят. Одна говорит, там эти братья были. И журналистка так обрадовалась, моя помощница говорит, точно братья. Им еще памятник есть, подсказывает. Она говорит, да, Минин и Пожарский. Вторая говорит, они не братья. Она говорит, ты, они не братья? Конечно, Минин и Пожарский. Как не братья? Однояйцовые просто братьяники. Парень говорит, бах, бах, бах. Что спрашивают, бах, какой национальности? Армянин. Почему? Он говорит, ну у него фамилия Себастьян. Фрэнкельян, Себастьян, да. Ой, а еще одного пытали про остров Пасхи. Говорит, ну ты слышал, да, что-то слышал. Ну там скульптуры стоят, такие большие, такие фигуры. Как ты думаешь, скульптура чего? Он говорит, ну раз остров Пасхи, значит, это яйца. Дикторов раньше увольняли за ошибки, а теперь сплошь безграмотные дикторы. Ко мне журналистка подходит, презентация песни Сати Казанова, недавно была новой. журналистка подошла ко мне, говорит, вы, правда, что вы настоятель Сати Казановой? Я говорю, ты сейчас поняла, чего ты сказал? Ну а чего ты охотишь? Я говорю, ты меня в рясе принимаешь, представляешь? Отпускающим грехи Сати Казановой. То есть она наставник, настоятель, они же не знают. В интернете бродит фраза, очень точная. Пока Задорн смеялся над тупыми американцами, в России созрело еще более тупое поколение россиян. Мне пишут письма, зная, что эта тема меня глубоко трогает, и я радею за образование молодежи. Парень пишет, представляете, сидим в компании ночью, за окном темно. Девушка спрашивает, а сколько на улице градусов? Я ей отвечаю, плюс 15. Девушка говорит, ну это в тени, а под луной-то больше. Инструктор рассказывает по вождению. Деваха такая, блондинозавр реальный. На вопрос, что означает красный свет светофора, ответила правильно, сразу, стоять. Он говорит, что зеленая, она говорит, сидеть. Как они жить будут? Вы можете мне объяснить? Приходит в аптеку, у меня аптекарша знакома, она для меня собирает вот этот маразм, который молодые несут. Они даже лекарства купить не могут. Многие просят гинекологическую губную помаду. Я не знаю, что им красить надо в этой ситуации. Еще одна пришла, говорит, мне, пожалуйста, две гематомы. Ну, запросто, что тебе, хлобысь под глаз, и гематома, что? У тебя рецепт есть? Она говорит, да, мне его дала мой уриноларинголог. Ё-моё! О, совмещение профессий. Инструмент один, собственно, для двух профессий. Я бы не поверил, если бы сам не был свидетелем многому из-за подобным каким-то услышанным разговором. Две девчонки в Ялте разговаривают на пляже. Одна другу спрашивает, ты откуда? Она говорит, я родилась в Донбассе. Вторая, прямо на стадионе. Знакомый написал письмо. Миша с девятилетним сыном играл в компьютерную игру, а там на фашистов наши идут с криком «За Сталин!». Я спрашиваю, сынок, ты хоть знаешь, кто такой Сталин? А ты говоришь, папа, при чем тут Сталин? Ну, ты же слышишь, кричат «За Сталина!». Да, папа, я думал, они кричат «До Сталина!». Это большинство в новом поколении. И главное, это чтобы они не знали истории и своих корней. И поэтому и стишки детские, соответствующие, он 15 лет не мылся и не стригся и не брился. Уже, фу, гадость. И одежды не стирал, даже нос не вытирал. Как зайдет к еге, та ахнет. Фу ты, русским духом пахнет. Представляете, какое мнение о родине у этих детей, которые воспитаны этими стишками? Почему Кащей бессмертный, просто сказочно богат? Потому что он бездетный и к тому же не женат. А это просто... За это, вот за это надо бить, вот за эти стихи надо бить в спортивной раздевалке ногами. Эти дочки и сыночки с сундука сорвут замочки, доберутся до яйца, трах иглу и нет отца. Русским духом пахнет. Вот. Привить детям неуважение к чему? К роду. Но род, от слова род, родина, значит неуважение к родине, к родителям, к родному языку. Скажите, почему молодые говорят толерантный? Терпимый. Есть же русские слова. Почему креативный? Творческий. Что такое толерантный? Толерантный человек это лицемерный человек. Был самый лицемерный генерал в мире, толерант. И творческий. Какое слово? Творец. Он же там наверху не креативщик был, он же не продюсер, он же не спродюсировал нас. Уже вошли в речь транспарентный, алармистский, рефрешнуть, отжойнить. Как будто мы иммигранты в собственной стране. Я в 90-е годы поехал впервые в Америку так разговаривали иммигранты наши. Жулики, сбежавшие от АБХСС и МВД. Они потом сказали, что они от КГБ сбежали, но на самом деле это были жульё. И они, приехав в Америку, стали говорить вот на смеси такой жуткой двух языков. И один мужик, wife, это жена по-английски. Он её называл вайфелька. Закрой window, я услышал фразу там. Закрой window, а тот челдренята зафрезуют. Ну им простительно. Они были безграмотные в Советском Союзе, были жуликами и там могут говорить на какой хочешь смеси. Но мы же на своей родине остались. Я рассказывал эти случаи, приводил пример ещё в начале 90-х годов. Чиз, сыр, слайс, ту слайс, это резать, а пись кусочек. Продавщица в магазине спрашивает у покупателя, вам чизов отслайсать или одним писом? Знаете, почему эти слова входят в жизнь? Потому что это слова торгашеского направления. Чтобы люди не понимали, о чём речь идёт. Красивые слова, такие непонятные, якобы, якобы это круто. В турфирмах вообще понять невозможно. Зарувь его. Или там говорят, сколько у тебя аттачментов. Одна вообще сказала, не дистурбируй меня. Это слово дистурб. А название туров? Спа тур? Кто знает что? Сафари тревел. Я ездил в сафари тревел. Два жука видел. Это... Я в одном, в одном турбюро говорю, а вы назовите тур как-то ещё красивее. Экологикл трип аборигентур. Он говорит, а что это? Я говорю, это поездка на маршрутке в Кострому. Он говорит, ой, повтори, я запишу. Это, говорит, может сработать. Я говорю, тогда записываю ещё. Экстрим сервайв рейлвей стейл экзотик. Он говорит, а это что? Я говорю, неделя на Курском вокзале с бомжами. Вот для этого и нужны иностранные слова, чтобы люди не понимали сути, о чём это всё говорят. Тендер. Что это такое? Это возможность получить откат. Все. О, тендер. О, секвестр. Не знаю, что секвестр означает хана бабкам. Даже это красивый референт. Какой ты референт? Ты себя видела в зеркало? Бомж роется в мусорнике. Даже они уже стали выражаться по-другому. Я говорю, ну что, давно бомжуешь? Он говорит, я не бомж. Я говорю, а кто ты? Он говорит, я даунштифтер. Кого не спроси из чиновников, чем занимался. Я мониторил. Ты хочешь спросить, ты какой рукой это делал? Вот это всё, чтобы затуманить мозг. Им кажется, что это круто. Стилист. По-русски говори, постригун ты. Понимаешь? Ну к постригуну не пойдут. А к стилисту повалят. И не важно, что он не умеет стричь человека. Или менеджер, ладно, но ещё дизайнер. Ой, дизайнер. Ты кто? Я дизайнер. Фуфловтюх ты. Понимаешь? Я референт. Кофеноска ты. По-честному надо. А то. Новация. Новшество. Ну почему не новшество? Слово негативный ничего не несёт. Отрицательный это отход от троинцы. Почему русские слова забываются? В них же смысл. Инвестиция. Вложение. Инвестор. Вложенец. Вот для этого эти слова нужны, чтобы люди не понимали, о чём речь идёт. Чтоб торгаши лохов разводили. И мне жалко, когда этими лохами становятся наши молодые люди. Московский суши-бар. Название фирмы. Я записал слово в слово. Название фирмы, которая подчиняет суши-бар. Вест. Русскими буквами. Веста Центр Интернешнл Якитория Ян Примус Сандык Менза. Вот. Ну для лохов это всё. Подошёл. Это солидно. Вот Сандык Менза это вообще отпад. Это. Выезжая из одной гостиницы, написано. Знаете, есть такое слово. Ресепшн. Это русское слово новое. Там ресепсионистки работают. Хорошая такая. Ресепсионисточка сидит. И объявление крупное. У нас вы можете получить русскими буквами. Кэш-бяк. Мало того, что это говорит кэш-бяк. Я знаю, что это. А это через я. То есть бяк. Это ещё и бяка такая. Такая кэш из бяки. Я её спрашиваю. Ну, что это? Она говорит, только через сорок дней получите. Я говорю, после чего через сорок дней? Можешь мне сказать? Плакат в Костроме русскими буквами. Кропно. Биф. Биг. Мак. С яйцом. Вот такой монстр с одним яйцом. Такой стоит. И везде, куда не приедешь. Гранд Отель. Плаза. Улан-Удэ. Плаза. В одном городе Марина Плаза. В другом Федя Плаза. Приезжаю. Иваново. Естественно, Гранд Класса. Гранд Отель, извините. Не Гранд Класса. Гранд Отель. Ну, в Иваново Гранд Отель. Как Иваново без Гранд Отель? Седьмой этаж номер у меня. Люкс. Захожу, думаю, сейчас высплюсь. Захожу в спальню и думаю, что-то не то. А, окна нет. То есть пыточная какая-то просто. Чтоб крики не слышно было, давай. Ну, пять звезд. У них у всех пять звезд. Я не знаю, кто им эти звезды растает. Видимо, кто-то ходит, морские звезды растает. Там одна и то морская вялая должна быть у этого отеля. Нет. Но все в позолоте. У русских что-то не в порядке с мозгами. Им кажется, что если позолотил, то это богато. Унитаз с золотой каемкой, но качается. Как на гамаке. Пробка на сливном бачке с позолотой. Розетки в стене с позолоченной каемкой. Но если вилку вставляешь, ты ее вверх выдернуть не можешь. А если выдернешь, то бол стены отваливается в этот момент. И вот это все пять звезд. Окна нет спальни. Я говорю, я спать не могу. Дайте мне сюда супервайзинга хаускиппинга. Пришел хаускиппинг. Со швабрингом. С ведерингом. Небольшой на голове волосинг. Как будто не швабрингом, а волосингом ее вытирали. Это все. Говорит мне, ну чё. Ну, уже так обычно хаускиппинг говорит, ну чё. Я говорю, окно где? Она говорит, а что нет окна? Она даже нет. Это славянский мозг. Славяне стали белоумными. Она вот моет своим швабрингом. А то, что окна нет, ей даже... А я говорю, пойдемте посмотрим. Она говорит, ну вот же. Я смотрю, ой, думаю, прозевал. Занавязка. И смотрю, действительно, на стене занавязка. Я вам клянусь, не вру. Я подхожу, а дергаю. Ничего. Вот стена. Как этот народ надеется на выборы на честный. Они не могут нормально обустроить ничего. Я этой хаускиппингу этому с видеорингом говорю, я ее пристыдить решил. Говорю, я не могу спать в непроветриваемом помещении. К тому же, вы вымыли каким-то дешевым стиральным порошком к моему приезду коврового покрытия. Воняет реально. Я пойду, стыжу я ее сейчас в магазин и куплю матрас и буду спать на этом матрасе в соседней комнате. Я думал, я пристыдил. Сейчас. Она говорит, я знаю магазин, где есть хороший матрас. Отель 5 звезд. Город Краснодар. Отель опять 5 звезд. Все менеджеры. Все топ-менеджеры. Знаете, это у русских. Я позову топ-менеджера. Серый, греби сюда. Значит, вот ходят этих с козявошным образованием. Я прихожу, Евроньюз и СНН у меня на телевизоре на турецком языке. И нельзя ничего переделать. Обычно с пульта можно поменять. Нельзя. Заключили с турецкой фирмой, что бабки пропадали на границе. И те все поставили на турецком языке. Я говорю, айтишника какого-нибудь? Пришла тетка, айтишник со шваброй. Тыкала, тыкала, тыкала. Дождь пошел. Отключились лифты. Как вам нравится? Я не знаю, как это связано. Это только у русских возможно. В 5 звездном отеле я на массаже. Восточная музыка играла. Отключилось все. Потом еще гром прогремел. Уже штукатурка посыпалась. И я, когда восстановилась музыка, электричество, я говорю, дайте восточную музыку. И менеджер Диваха с козявошным образованием включил итальянцев. Я говорю, это восточная? Она говорит, ну это же итальянцы. Я говорю, у вас была испанская. Она говорит, ну Италия же восточная. Я говорю, Италия это не Восток. Да. Я говорю, это Средиземное море. Он говорит, ой, правда, это же Африка. Это сплошь и рядом. А в меню по всей России нет русских названий. Заманивают лохов вот этими названиями. Я выписал, поездив в гастроли, название блюд. Рибай, милфей, капрезе, чимпури, карпаччо, овощной рататуй. Это прямо слюни потекли на этого рататуйя. Я не знаю, что это. Тортифлет, русские равиоли. Как вам это нравится? Сальса, валюта из тыквы, фокаччо, уральская паста. Харятики. Я на этом деле остановился подробнее. Мне интересно, это от какого слова? От слова харя или это что? Позвал официантку, говорю, харятики это что? Она говорит, с круатонами. А, ну тогда пойдем. Если с круатонами, харятики, конечно. А представляете, вот я поездил по миру, я знаю половину этих названий. А вот придет человек, который не ездил по миру, что он будет есть в этом? Буабес. Что это такое? Официант говорит, ну это уха. Я говорю, да я знаю это. Или в одном меню написано в Костроме. Скрямбель. Бель. В конце. Скрямбель. Я говорю, это что? Она говорит, это яичница. Я говорю, вы отскрямбели ее, что ли? Это... Панакота. Я знаю, что такое панакота, но мне интересно, что она мне ответит. Я официантку спрашиваю, панакота это что? Она говорит, да, типа вчерашний кисель. Это... Я говорю, так и пиши, вчерашний кисель. А тут даже я не знал названия блюда. Пакери. Вот что такое покери? Я позвал официантку. А наши славянские девахи, они бывают такие остроумные. Они сразу понимают, что я прикалываюсь. А она всерьез, правда, говорит, покери это толстые, короткие макароны с большой дыркой. Вот. Я говорю, так и пиши. Мы же блюди не знали, что это макароны. Пакери. Но тут меня впечатлило название Терин. Терин из Хрюши. Я стал думать, а я знаю, где Терин у Хрюши? Это съедобная часть тела Хрюши? В одном ресторане русскими буквами написано «She of the day». А как вам нравится блюдо? Борщело. На итальянский манер. Еще в одном для дальнобойщиков кафе. Они так называются, чтобы заманивать дальнобойщиков между Смоленском и Белгородом. Называется для дальнобойщиков, чтобы водители там остановились. Ели «Колорадо». Ну, потому что это же, конечно, отъехал от Белгорода. «Колорадо». Зашли тетка в обслуживающем персонале. Я ей спрашиваю, Wi-Fi есть? Я не знаю, что с вами будет. Она говорит, кончился. Они сами сдурели от этих названий уже нормально. Я говорю, а был? Она говорит, да, по-моему, он со сливками подавался. В Ялте все время приходит официант, меня не узнает и приносит кофе, но все время говорит, окей, окей. Украинцы вообще решили, что окей, это круто, говорит. И я ему говорю, прекрати окей. Он говорит, а он по голосу меня узнал, говорит, ой, это вы? Ага. В ресторане московском еще в одном крутом подошел официант и говорит, сегодняшние лабстеры будете в Москве. Я говорю, ты сам понял, что ты сказал? Он говорит, сегодняшние свежие лабстеры у нас есть. Я говорю, ты знаешь, где лабстеры водятся? Он говорит, у нас в Москве река есть. Вот клянусь. Я ему говорю, ты ни с чем не путаешь, что в Москве реке плавает. А это написали в меню. Мохито по-русски. Я убираю. В скобках. Водка с крапивой. Это для лохов все. Когда вы на это ловитесь, вы лохом становитесь. Мне молодые говорят, а зачем нам такие знания, как вам? Мы и так можем прожить. Нет, молодые, не сможете. Чем человек образованнее, тем интереснее он живет. Когда я слышу семь нот, я слышу классическую музыку. А три я слышу только попсу. Те, у кого не хватает образования, те становятся рабами. Рабами. Знаете, опасность в России внутри. Не с запада к нам опасность придет. У нас народилось поколение, которое не умеет ничего делать. Они не знают дисциплины. Они работать приходят учителями, управленцами, летчиками. Библиотекарями, поварами. Я если прихожу в кафе и знаю, что повар молодой, я грибы не заказываю. Они профнепригодны сегодня. Эта страна погибнет изнутри, если так будет дальше продолжаться. Вы представляете, хирург, который сдал ЕГЭ. Ему привезли человека. Он выбирает из четырех вариантов, что ему вырезать сейчас. СМЕХ Ведь у молодых нельзя лечиться. Они закончили, получили аттестаты. Но пришла моя знакомая к врачу, к молодому. Он сам в соплях сидит. Это же только наши доверяют жирным диетологам и причавым косметологам. СМЕХ И врачам в соплях. И еще психологам. У нас психологами работают разведенные стервы. Реально такие. СМЕХ Они точно знают, как что надо делать. И пришла, а он у нее спрашивает, доктор молодой, говорит, чем вы больны? Она говорит, откуда я знаю? Он говорит, а как я вас лечить буду, если вы не знаете, чем вы больны? СМЕХ Она описала симптомы, он по интернету стал смотреть. СМЕХ Что ей выписать? Они же все смотрят по интернету. Выпускница медицинского института. Последняя, вернее, студентка последнего курса медицинского колледжа. Колледж. Будущий врач. Ну это просто как анекдот звучит. У препода спросила, а разве у кишок есть глаза? СМЕХ Он говорит, ты что так решила? Она говорит, ну слепаешь кишка. СМЕХ Ха-ха, они приходят все на работу сейчас. Это бровнепригодные люди. СМЕХ Все по интернету пытаются узнать. Звоню в Ригу, говорю, я сегодня прилечу молодым родственникам. Какая погода? Они говорят, сейчас посмотрим в интернете. СМЕХ Он выглянул, говорит, не сходится. На пляже в Риге нет молодых больше. Знаете почему? Вай-фая нет. Они не знают, как пользоваться пляжем в этой ситуации. Мужик решил пригласить свою деваху и приготовить ее любимое блюдо. Цыпленка табака. Готовить он не умеет. Они же думают так. Посмотришь в интернет, и все узнаешь, и все сделаешь. Они же не понимают, что профессии надо обладать. Он решил пожарить цыпленка табака. Заглянул в интернет. Там написано. Цыпленка табака. Надо жарить на плите. СМЕХ Без образование иметь. ГАИшники появились без образования. Актер МХАТ останавливает ГАИ. А у него красное удостоверение у актеров МХАТа. У Доронинского МХАТа. Он показал. Там написано. МХАТ. МХТ. Он говорит. Что это за министерство? Он говорит. Это очень серьезное министерство. Отпустил. Я не знаю, что он решил. М ясно. Что он букву Х решил. Я не знаю. Халявное министерство. Или еще хуже. Я не знаю. ГАИшники. Действительно многие молодые. Пришли у которых нет образования. Парень мне пишет. Я родился в Карелии. Но у меня корни восточные. И я похож на человека восточного. Остановил ГАИшник. Смотрит. Родился в Карелии. И говорит. А почему паспорт российский? Ты же кореец. Еще моего знакомого ГАИшника остановил. Тоже молодой. Видите, что это происходит. Проф. Непригодные люди всюду появились. Остановил. Спрашивает. Почему водительские права не на вашу фамилию? Он говорит. Это теща фамилия. А почему у вас с тещей разные фамилии? Как вам нравится? Поколение памперсов. У моего знакомого маленькая дочка. Он говорит. Ей ничего невозможно объяснить. Я ей говорю. Не выбрасывай хлеб. Папа ей говорит. Может не такое время прийти, что еды не будет дома? Она говорит. Да ладно. В ресторан пойдем. Он говорит. Может и денег не будет. В банк сходишь возьмешь. То есть. Они вообще не представляют что такое. Вот почему им хорошо в интернете. Потому что там они знают все. Они могут оскорбить кого хочешь и смайлик поставить. А если они выйдут на улицу и скажут то, что говорят в интернете, они смайлик не успеют поставить. Им так в табло втащат, между прочим, что они запомнят на всю жизнь. Пишет мне тоже. Парень. У нас в Белгороде есть девушка, которая не умеет пользоваться боковыми зеркалами в машине. Вот так. А ездит. Просто не понимает, как в них смотреть. Как это гениально. Поэтому она включает поворотник, считает до трех и перестроивается. Парень. 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 Рыбываться не могут. Видел драку двух молодых на улице что это два хомячка друг друга. Причем обессиливших голодных хомячка. Один его так мазнул лапкой, другой говорит ты на улице такой храбрый, давай с тобой выйдем в скайп поговорим. И повсюду все больше и больше проф непригодных молодых. Мне их жалко. У меня знакомый тоже молодой парень из нашей команды делает татуировки, подрабатывает. Ему приносят иногда восточные иероглифы, не зная, что это. И он их рисует. И один парень вернулся из Китая и говорит, что ты мне нарисовал? Они же не хотят узнать, что это означает. Представляете, что было с китайцами? Он вышел, а у него на спине иероглиф, означающий, готовы? Срок годности морских огурцов. Они даже не понимают, молодые, что надо хотя бы пытаться познать мир. Ой, продавщица в Ашане, молодая, говорит покупателям, стеллаж с этим товаром будет переимплантирован. Продавщица в книжном. Такая референт, такая-такая. Вот провода оголены по самую розетку. И покупательница говорит, помогите мне найти Обломова-Гончарова. Так, говорит, вы определитесь, вам Обломов или Гончаров? Летчики, хорошо, что старшего поколения летать на самолетах можно. А кассирши-то молодые сидят в авиакассах. И мои помощницы, кассирша, молоденький тоже, да, вот менеджер, говорит, я сейчас взгляну, куда вам надо, по компу, чтобы потом не было никаких инцестов. Вы знаете, что во многие турбюро берут за тех, кто получил образование в советское время. Тетушки быстрее овладевают компьютером, потому что там овладевать нечем, нажимать на кнопки, чем молодые географии обучаются. Они же не знают страны, они ничего не знают. Опять мои помощницы, там надо было в банке сделать перевод в Эстонию, и менеджериха в банке, у нас в Москве, говорит, посмотрел по компьютеру, какая страна? А, так, говорит, Эстония, моя помощница, говорит, Эстония, а ты посмотрела, говорит, вы знаете, нет такой страны. Как нет? Ну, посмотрите, сами, повернула. Говорит, смотрите, Ирландия есть, Индия есть, Исландия есть, а Эстонии нет. Вот, молодежь, я должен вас убедить, что образование это, чтобы над вами хотя бы не смеялись. В магазине игрушек на ценники написали молодые продавцы, развивающиеся игрушки. Плохат в городе Волоколамске, мрамор из бетона. Как это может быть? Они же еще не пишут заглавные буквы, не ставят большие буквы перед именами, ну, смски. Чтобы большую букву заглавную поставить, надо же лишний раз кнопкотык сделать. Они везде теперь так пишут. У нас в кафе написано, всех буквы одинаковые, у нас лучший кофе из Вены. Выточка такая, да? Продавщица в мебельном говорит, у нас живой мебели нет. Ну, слава богу, ну. Не дай бог мне живой диван купить, это, чтобы я от него бегать начал. Вообще, с этим словом, живой, тоже референт директора зала в Ялте, повесила задорно в афишу. Написала задорно, в скобку, живой звук. Это, а в Москве по всей, в Москве афиши висели ночь живых музыкантов. Это не что ли? А утро мертвых музыкантов, что ли? Еще одна диктор по телевидению говорит, начались соревнования по бегу с разбега. Я не знаю, что это означает. А за это? Она даже не поправила. Ну, хорошо, любой может допустить ошибку, но они даже не видят своих ошибок. Выдала в эфир Григорию Гибсу, наложили лепс. Ну, ты хотя бы поправься. Скажи, мол, извините, ошибок. Неааа. Статья в газете. Медведев после изнасилования уволил главу МВД Угуряти. Эти люди учителями приходят. Они учить других начинают. Молодыми учителями наполнились школы. Они аж ошибками пишут учителя. Выдавая медаль выпускнику школы, она сказала учительнице, заучь, у этой медали два конца. Как они могут быть два конца у медали? Учительница в одном из младших классов выдала. Во всех, в других классах дети как дети. А вы у меня вялые. Как мухи в укропе. Это что-то совсем запредельное. Что-то по ту сторону оси абциз. Она не знает, что в сиропе. Другая учительница. Потапов и Семенов, перестаньте заигрывать. Вы подходите друг к другу. Я не могу. Как гондурасы гваделупа. Могло в наше время такое от учительницы, чтобы мы такое от учительницы услышали. Еще одна учительница называла все время ученика Коля. Он Коля, она Коля. Он говорит, почему Коля? Она говорит, правильно ударение Коля? Учительница. Она говорит, проверочное слово есть. Какое? Коля, правильно. Еще кальян надо было добавить сюда. А как вам вопрос учительница задает в классе? Нарисуйте мир глазами кузнечика. Это две таблетки ЛСД должно быть. Вот, вот для чего надо образование иметь. Молодой водитель, ему самому опасно водителям, разбил машину. Когда у этого молодого водителя вдруг отказали тормоза, он решил остановить ее, открыв дверь и выставив ногу на стол. Когда он оклемался, его спросили, ты как додумался? Он говорит, я видел это в мультфильме. Они там образование получают. А вот просто притчевая история для молодых. Молодые решились печь хлеб, караваи и продавать. Хорошее дело. Наш русский хлеб. Сняли помещение в аренду. 12-этажное здание, но не все сняли, потому что все было занято, кроме 12-го и первого этажей. И они сняли 12-го и думают, будем печь караваи на 12-м, а продавать на 1-м. Все вроде нормально, логично. Кроме одного, лифт украли давно уже. А наши ведь бегать не ходят туда-сюда. Они сразу же включают соображалку. Знаний нет, а соображалка работает. И вот к чему приводит. Они решили сделать такой жалоб вниз с 12-го этажа. Как в аквапарке, чтобы караваи... Вот. Первый день продажи караваев. На 12-м этаже испекли. На первом продавщице в кокошниках. Покупатели выстроились, топ-менеджеры. Пора продавать. Топ-менеджер подошел... ...к соплу. И кричит туда. Давай! Давай! Они, видимо, не очень хорошо по физике все учились в школе. Вы знаете, какую скорость набирает каравай? С 12-го этажа, когда его спускаешь. Топ-менеджера каравай убрал сразу. Подбежал другой, крикнул. Хватит! Куда хватит? И заряжают, и заряжают. Как снаряды у Катюши. Раздолбало все! Окна, витрины, все. Покупатели сбежали. Фильм ужасов такой. Вот. Их судили. Они признали свою вину. И сказали, мы сделаем замедлитель. Как вы понимаете? Вазелином намажут этот... Этот спуск. Россия была страной литературных гений всегда. Русского человека тянет писать, и молодых тянет писать. Они пишут стихи чудовищные. Потому что образования же нет, но им кажется, что это о любви пишут, о несчастной любви. Я зашел на такой сайт Проза.ру. Боже мой, я думаю, нет. Это я выпишу цитаты из произведения любви. И буду зачитывать моим зрителям. Я не знаю, что с вами будет. Я уже повторяю много раз. Но тут уже некоторые аж слезы вытирают. О любви Проза. Его солнечные глаза благоухали. Ну, воняли конкретно, благоухали. Его страстные губы ходили по ее лицу. Это не все. Оставляй на нем всосины. Как вам это нравится? Вот она, литература современная. А ведь был Некрасов, был Лермонтов, Чехов, Толстой. Вот они бы это почитали. У нее бы улыбка сама натянулась на ее голову. Я даже не знаю, я это сыграть невозможно. У нее были пухлые губы. Ну, дрянной образ. Ну, ладно, пухлые губы. Под которыми, под, 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 красовалась проколотая бровь. Это натурщица Пикассо. Реально такая. Ой. Он ударил ее, и ее челюсть поздоровалась с полом. Как вам это нравится? Говорит, бздынь. Говорит, здравствуй. Одна челюсть, говорит. Он уходил от нее шагами, полными печалью. У нее был пирсинг под левой губой. Это, вот, рот был. Вот так вот. Левая, есть правая губа. Вот среди комнаты стояла дырка. Вот как она? Вы видели когда-нибудь, чтобы дырка стояла? Я много чего видел, чего стоит. Но, но дырки стоящие я не видел. Его глаза вспотели и упали. Как это глаза? Моргнув головой, он пошел дальше. Дни летели друг за другом, обгоняя друг друга. Дни. Видели когда-нибудь, как среда пятницу обгоняет? Супер соревнование. Где они? Они все получили аттестаты. Они все аттестованы, как грамотные. Кошка набросилась на хозяйку, не сказав ей ни слова. Ага, говорит, а кошка говорит, сейчас я на тебя брошу. Скорее. Это так приличные кошки делают. Он умер насмерть. Он лежал, упираясь головой в потолок. Это страшно. Это все повести о любви. Она задумчиво сдвинула глаза и удавилась. Это даже хочется читать так, как стихи. Эротически выключился свет. Как это, давно живу, я не знаю. И послышалось щебетание петуха. Я угораю. А кваканье коровы не послышалось. Он не мог поднять свои глаза с пола. Чикатило, видимо, какой-то поработал перед этим. Ну и, чтобы вас доконать, он водил руками по ее талии. Я не могу, я сам хохочу. Он руками водил по ее талии. Иногда задевая соски. Видимо, так, что приласкал. Это о любви. Чего вы смеетесь? В порыве страсти он сорвал с нее трусы через голову. Один губернатор женился на молодухе. А он получил образование в советское время. И сразу сделал ее заведующим культурой в губернии. И созвал концерт, достойный концерт. Мацуев, Башмет, Нигида Михалков. Хороший такой, высокого качества концерт. Никакого плоховкусия. Ну, естественно, губернатор со своей молодухой, но молодой живой, женой Башмет отыграл на Альте. Вот представьте, Башмет. Играет. Такая тишина, он кланяется. Но все ждут, что скажет, естественно, заведующий отделом культуры. Как говорит Затарина, воздух и в грудь. Ну, хотя бы два раза. Чтобы вам выдыхать, придется раз пять после этого. И вдруг голос этой молодухи. Я так люблю, когда цыгане на скрипочке. Засмеялся один человек, Башмет. Вообще, как мне сказали, у Башмета. Сегодня проблема с его фамилией. Молодые многие думают, что это башкирский металлургический завод. Конечно, есть такой немножко привкус. Мол, я критикую молодежь, потому что я уже в возрасте. Да, немножко это есть. Мне замечательный анекдот рассказал про нас. Про наше поколение. Якубович. Ну, в общем-то, анекдот про нас с ним почти. Он очень такой притчевый. Два старых человека сидят на заваленке в деревне. Наблюдают за большаком. А проходит деваха такая, бивни реальные. И песочные часы. И один другому говорит, ну, ты посмотри, а. Ничего больше в душе не поднимается. Второй говорит, да, не те девки нынче пошли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!